Впервые работы на Аллее Славы начались в преддверии Дня города, но тогда, как выяснилось, укладка плитки была лишь временной мерой, чтобы на праздник не портить вид центральной части города. Для удобства жителей празднования мероприятия подрядчикам за счет собственных средств и сил была уложена плитка, его собственная личная, потом также разобрана для последующих действий работ. Никаких дополнительных средств на это из бюджета не расходовалось. Сегодня на советском проезде вновь работает строительная техника. На площадке между домами 9 и 7 рабочие ремонтируют теплотрассу. Реконструкция, затеянная местными властями, преобразила советский проезд. Здесь установлены заборы, уложена тротуарная плитка, поставлены бордюрные камни. Тем не менее, работа в этом районе продолжается, а в интернете уже появляются шутки, что бесконечно можно смотреть на три вещи – огонь, воду и как реконструируется советский проезд. Но больше всего горожан вновь волнует, как обстоят дела на Аллее Славы. Здесь также идут работы, правда, не столь шумные. На благоустройстве этой территории были заключены контракты по видам работ демонтаж существующего покрытия, отлив бетоном разрушенного основания и последующей укладкой гранитной плитки. В связи с тем, что увеличились сроки поставки завода-изготовителя гранитной плитки, естественно, сроки контракта также сместились. Но погода ждать не будет, а потому на Аллее Славы выросли деревянные конструкции, обтянутые полиэтиленом. Пока рабочих нет, мы можем беспрепятственно пройти на место ремонта. Как видим, часть плитки уже уложена, уложена визуально неплохо, натянута нитка. Эти конструкции надежно защищают от влаги, поэтому можно быть уверенным, что после первых весенних паводков эта плитка не поплывет. Качество каждой плитки строго контролируется. А вот это вы проверяете? Проверяем угол. Чтобы все было ровно? Да. Ну и что, много вот таких? Да, есть. А, кстати, а что делаете вот с теми, которые не... На станке? На станке. На делаем угол. Несмотря на то, что площадка защищена от осадков, перед укладкой место тщательно очищается и прогревается. Рабочие сетуют, что проблем добавляют хулиганы, иногда по ночам разрушающие защитный навес. Приходится тратить время на его восстановление. После того, как работы на этом участке будут закончены, конструкции разберут и переместят к памятнику матерям и воинам-интернационалистам, где работы будут продолжены. Закончить их планируется к концу года. Максим Козлов, Алексей Руднев, Ольга Садовская. Видное ТВ.